Здравствуйте! С вами Юлия Чернеева и пришло время универсального формата на телеканале Самаргиз. Несмотря на хмурую погоду, мы сегодня здесь будем раскрашивать ваше настроение, ваш день, ваш понедельник в яркие краски. Модные советы от лучших самарских дизайнеров и стилистов сегодня здесь у нас в студии. Я думаю, что и вы тоже можете принять активное участие в нашей беседе, потому что я знаю, что среди вас, дорогие наши зрители и зрительницы, много модников, модниц, которые следят за какими-то тенденциями, следят за какими-то удивительными веяниями моды и могут сами поделиться своими советами. Модные советы от вас принимаются по телефону 202-11-22. Наши специалисты, наши сегодняшние гости в конце эфира, я думаю, подведут итоги и вручат тому, кто, может быть, поделился самым сокровенным, самым своим ярким, лучшим советом и получит приз. Это билет на двоих на любой сеанс в киновертикаль. Я думаю, хорошее подспорье для того, чтобы провести выходные в приятной атмосфере. Ну и, конечно, в ближайшее время также у нас будет розыгрыш. В этот раз приглашаем вас в филармонию 21 мая. Состоится концерт «Битлз. Глазами московского блюза». Что это, кто это? Следите за эфиром, все совсем скоро расскажу. Напомню еще раз, телефон 202-11-22. Ну, давайте знакомиться с нашими сегодняшними гостями. С нами здесь дизайнер одежды, театральный художник, арт-директор Павловских сезонов Александра Васильева Мария Казак. Здравствуйте. Также с нами здесь дизайнер аксессуаров, которая принесла с собой столько богатства. Глаза разбегаются. Дарья Арутчева, здравствуйте. Илана Веницкая, дизайнер одежды и аксессуаров, здравствуйте. Девочки, ну мы собрались сегодня не только выслушивать наши модные советы о зрителе, но и давать советы. И, наверное, может быть, такой вопрос у меня. Вы дизайнеры, вы уже состоявшиеся, вы зарекомендовавшиеся, у вас есть имя, это действительно круто. Вы члены союза дизайнеров, по крайней мере, я об этом точно знаю. Часто ли к тебе, Маша, обращаются за советом именно по образу, по стилю? Да, это наша работа непосредственная, каждодневная, которую мы очень любим. И зачастую действительно приходят те, кто не знают, как, что сделать, как собраться, например, на какое-то определенное мероприятие. Тем более у нас уже впереди сейчас выпускные вечера, свадьбы. Вы можете быть невестой, а можете быть и подружкой невесты, может быть мамой невесты, да, мамой жениха, женихом. И, конечно, сейчас в Самаре уже вот этот рынок услуг помощи в таких ситуациях... Экстренный. О, да, экстренный, а может быть и заранее. Очень многие за полгода есть, кто обращаются. Вот, и это предпочтительно, потому что тогда есть возможность более... Поэкспериментированно. Обдуманно подойти глубоко, более взвешенно и действительно получить еще более хороший результат. Вот, и в связи с этим хочется сказать, что есть к кому обратиться, есть куда пойти. Достаточно большое количество дизайнеров. Другое дело, что, конечно, от этого могут немного люди растеряться. Где найти своего дизайнера того самого? Вот, может быть, для этого мы отчасти и собрались, чтобы рассказать, что все дизайнеры разные. У них разный вкус, разный стиль, разный стиль, в котором они работают. И найти своего мастера, своего дизайнера не очень просто, но возможно и в нашем городе. Вот так вот, друзья. Так что звоните, задавайте свои вопросы. Может быть, мучает вас какой-нибудь сейчас вопрос по моде, по стилю, по одежде. Может быть, раздумываете, купить или не купить, как говорится. Брать или не брать, как в фильме «Служебный роман». Значит, хорошие сапоги надо брать. Ну, в общем, давайте, звоните, задавайте свои вопросы. Хочу спросить у Даши. Даша, ты тоже вот сегодня принесла вот это вот богатство, которое здесь у нас лежит, не только здесь твое. Вот как вообще, скажи, обращаются к тебе девушки, как вот ты чувствуешь этот спрос? Я понимаю, что, может быть, есть чем сравнить с прошлым годом, с нынешним годом. Я так понимаю, все равно люди прочувствовали, прониклись вот твоими работами. Ты чувствуешь это? Ну, да, к счастью, я это чувствую. Очень много заказов, очень много разных заказов. Разный ассортимент я начала делать. У меня теперь появились и короны, и гребни. Очень много невест, которые обратились, которым я помогла. Многие просто спрашивают по совету, по цвету, по каким-то цветовым решениям, по подбору образа в целом. Присылают свои варианты одежды, просят помочь. Подобрать, да? Да, да. Там совместные походы. Ты охотно вот так вот откликаешься на такие просьбы? Да, конечно, это моя работа, мое призвание, я очень это люблю. Ну, то есть, в принципе, советами тоже легко можешь так вот... С удовольствием. С удовольствием. Друзья, мы ждем ваш модный совет по телефону 202-11-22. Если он у вас есть, поделитесь. Лучший из лучших, я думаю, получит приз сегодня. Это билет в кино. На двоих киновертикаль. Лан, ну, скажи, ты, человек, тоже советами туда-сюда, мальчикам и девочкам раскидываешься или все-таки неохотно? Я более сдержанно могу сказать, так как я только начинаю на этом поприще, можно так сказать, новичок. И сейчас я только присматриваюсь. Осваиваюсь. Да, осваиваю. Территорию. Знакомлюсь, да. И вот впервые, ну, приняла участие в шоурубе. Для меня это все новое. Ну, и как ощущения? Очень понравилось. Ну, а люди пишут, задают вопросы все равно. Пишут, задают вопросы, хотят приобрести вещи, например, вот этот вот клач, да, его нужно доработать, потому что он очень тяжелый. И сейчас, например, я его не могу продать. Вот, его нужно доработать полегче, сделать полегче, ремешок. Ясно. Ну, да, такие вот это средства самообороны яркие такие. Да, да, именно вот для девушки самообороны. Так что мужчины не думают, что если девушка с маленькой сумочкой... Там может лежать штаны в воде. У нас там пятое измерение. Здесь бисеры, наверное, килограмма два. Вот так вот. Не думайте, что нам легко быть красивыми. Ну, а если говорить о весне, которая, наконец-то, я надеюсь, все-таки придет и засветит солнышко уже в ближайшие выходные, говорят, установится погода. Яркие цвета, яркие краски, блеск какой-то вот... Вы к чему больше склоняетесь? К каким-то модным тенденциям? Или вот, ну, не то чтобы по старинке, но по накатанной действуете по своим каким-то принципам? Классика какая-то, что-то еще, Маша, у тебя вот как? Ну, вот я, сказал бы так, сформулировала бы свой стиль, как интеллектуальная классика, одежда с интеллектом и для таких вот персон, знающих о себе уже многое, понимающих о себе и желающих подчеркнуть свой статус, свое положение и свои личные данные. Поэтому любую встречу с клиентом, беседу мы начинаем, прежде всего, с визуального контакта, осмотра, со снятия мерок, соответственно, и перед любым событием, мероприятием обязательно я узнаю, где это будет мероприятие проходить, если это свадьба, в помещении, на воздухе. От этого очень-очень много профессиональных моментов, которых может даже не знать клиент, зависит от того, какое будет освещение, от того, какое будет помещение, какая будет обстановка, вот, и уже работа строится после того, как мы узнаем много-много-много-много вещей в беседе, в контакте с заказчиком, с клиентом. И после этого уже можно что-то советовать, рекомендовать и дальше работать. Я в своем творчестве не столько следую жестко тенденциям, больше стараюсь выявить индивидуальность человека и максимально ее показать. Что не нужно скрыть, а достоинство, безусловно, приукрасить, еще больше подать, подчеркнуть, вот, чтобы человек действительно чувствовал, например, дама прекрасная, еще лучше себя, еще комфортнее. Потому что тенденции не всегда могут должным образом, например, кислотные, яркие, неоновые цвета далеко не все могут подойти, но при этом какой-то образ в виде небольшой детали, аксессуара могут очень хорошо приукрасить. Но это не значит, что надо полностью одеваться, например, в такие цвета. На дискотеку в 80-х легко. Поэтому очень много профессиональных разных моментов, нету сразу готовых, стопроцентных решений. Это можно, наверное, только в магазине. А со стилистами совершенно другой механизм работы, он сложнее, он дольше, но от этого надо получать удовольствие, от этого надо получать от примерок, от вот этого общения. Это совершенно другая услуга, совершенно другой вообще уровень общения. И тот образ, который в итоге получается, невозможно уже ни с чем сравнить, потому что он будет индивидуальный. Так, ну я так поняла, что у нас Дарья готова рассказать про тенденции в аксессуарах. Можешь чего-нибудь нам поведать интересного? Ну, по-прежнему, что касается тренда ободков, они еще пока у нас в России держатся. Так это еще, мне кажется, они давно и еще долго будут. Они давно, да. Почему-то очень эта тенденция нашла отклик широкий в нашей публике. Распробовали девочки, да? Да, распробовали. Сейчас, правда, еще больше появляется направление на экологичную моду, то есть любят натуральные камни, натуральное стекло, как бы отсутствие пластика, это поощряется. Поэтому немножечко в сторону эко-дизайна появилась тенденция. А так, по-прежнему, крупные элементы, которые вот достаточно одного украшения и образ завершен. Это основная такая направляющая, как бы, да? Одно колье, один ободок, одни серьги, клатч. Ну, какие, да? Да, но какие именно. То есть яркая изюминка, создающая полностью индивидуальный образ. Ну что, друзья, мы по-прежнему ждем ваших звонков. 202-11-22, телефон прямого эфира. Задавайте свои вопросы, отвечайте на наши. Ждем ваши модные советы. Что бы вы, дорогая модница, посоветовали выпускнице или невесте? Может быть, есть у вас какой-то универсальный совет? Может быть, какая-то деталь гардероба обязательно должна быть у вас, у всех? Может быть, какие-то действительно универсальные вещи? Может быть, вы собираетесь что-то прикупить? Мы ждем ваших звонков. Давайте, задавайте, не стесняйтесь. Ну, раз у нас Даша разговор завела, я предлагаю, может быть, начать знакомство вообще с Дашей, как с профессиональным дизайнером. Прошу показать наших режиссеров фотографии, с чего, собственно, все начиналось и к чему пришло. Я так понимаю, все равно какой-то такой вот микс и туда, и сюда рассказывай. Да, ну, пока обучение было дизайну костюма профессиональное, я сделала четыре своих коллекции, три из которых с успехом были продемонстрированы на Павловских сезонах Александра Васильева. Частично я и сейчас как бы использую фотографии из этих коллекций. Но я хочу сказать, что даже в рамках обучения меня всегда доделка, аксессуары, детали иногда привлекали больше, нежели чем отдельное изготовление одежды, поэтому аксессуары стали моей страстью, моей профессиональной деятельностью. Ну, попробовать-то надо было все, конечно. Да, 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 поэтому, несмотря на моду в целом, которую я исследую, люблю, преподаю своим студентам, все равно мое творчество связано именно с деталями, с образом и с аксессуаром. А где преподаешь? Я преподаю в СГАСУ, куратор направления дизайнера костюма. Сумасать, а все такие у нас девушки сегодня? Вот открыли только что новое направление. Девушки, мужчины, звоните, консультируйтесь. То есть, в принципе, вот это действительно выглядит как, ну, я не знаю, элитные коллекции каких-то домов, именно вот ювелирных, потому что сказать, что это, ну, какие-то камни, я даже не могу, если честно. В основном это стекло. Стекло. Это стекло с добавлением натуральных камней. Все это сделано на основе на шелке, шелковых рюшах в отделке. Все это пришито, я не использую принципиально клея, потому что все-таки хочется, чтобы была вот эта рукотворность. Все, что сделано руками, оно бесценно имеет душу художника, автора. В принципе, получается, что на все руки мастер. Ну, можно и так сказать. Вот так вот. Хотела спросить вот еще, чтобы стать членом Союза дизайнеров, мы тут выяснили, нужно пройти какой-то отбор, кастинг, я не знаю, какие-то творческие работы предоставить. И что это дает вам? Ну, там мы с Дарьей являемся членами Союза дизайнеров России. У нас есть Самарская организация в Самаре. И для того, чтобы стать членами Союза дизайнеров, необходимо представить портфолио своих работ. Необходимо представить папочку внушительную с работой. Публикации, рекомендации действующих членов Союза дизайнеров, что они нас рекомендуют для вступления. Также отзывы, рекомендации, рекомендательные письма. Достаточно большое такое. Я что-то, может быть, забыла. Нет, все верно. И затем уже в московском основном филиале, в основном представительстве рассматривается портфолио. А вызывают, общаются, беседуют? Ну вот я просто, когда вступала, это было немножко раньше, чем у Дарьи, я даже возила на выставку членов Союза дизайнеров свою коллекцию. И помимо портфолио еще представляла очно все свои работы. И уже по итогам показа, дефиле и просмотра портфолио уже мне дали одобрение и разрешили вступить в Союз дизайнеров. Ну вот как здорово. Выдается значок, корочка, все номерное, все очень серьезно. Если что, так где-нибудь на котором-нибудь показе, а у меня корочка, если что. Ну ладно, у тебя, я так понимаю, в перспективе, да, такие вступления в ряды дизайнеров, профессионалов? Ну посмотрим, время покажет, как будет развиваться. Как дизайнер в основном вот я работаю с цветом. А почему вот, я так смотрю на стол, это твоя коллекция неоновых цветов нынешнего года, чем ты вдохновлялась и на кого, может быть, ориентировалась? Ну вдохновляют меня цветы, яркость, вот, вдохновлялась именно цветами. Хотела показать, ну, девушкам не нужно бояться носить яркие цвета, потому что в себе проявляются новые чувства, новый, ну, интерес к жизни, можно сказать, к покупкам чего-то нового. Ну вот, допустим, это смелое колье, которое переливается всеми неоновыми цветами, какими можно, и салатовый, и розовый, и фиолетовый, тут и зеленый есть. С чем бы вот порекомендовал надеть? Может быть, просто оно должно быть одно, я не знаю, там, с футболкой, с черной, с джинсами, с платьем? С футболкой, с джинсами, с платьем. То есть универсально? Можно совсем, да, универсально. Именно работа направлена на то, чтобы можно было одеть, применить его совсем. Совсем. Ну, давайте подробнее тоже рассмотрим фотографии работ Ланы, она нам принесла тоже фотоподборку. Я думаю, что, может быть, сейчас кто-то зацепится глазом, и уже будет возможность задать вопрос дизайнеру. Да, это была моя первая коллега, как называется? Маки. Маки. Которой, да, я выступила на Положки сезонах, Александра Васильева. Сколько ты потратила времени на нее? Ну, на протяжении года. Работа? Работала, да, собирала. Все вывезено моими руками, ручная работа. В работе, в аксессуарах использую. Не принципиально, но желательно. Меня привлекает стеклянный бисер. Как это вот ты на него вышла, получается? Перепробовала, наверное, что-то? Пробовала? Нет, просто меня привлекают бусины. Именно вот крупного размера. Именно цвет. Как дизайнера меня можно привлечь цветом, необычной формой. А не боишься так вот укладывать все и сочетать, казалось бы, такие несочетаемые цвета? Я люблю эксперименты. Особый стиль. Авторский стиль. А вот какие, не знаю, эмоции ты испытываешь, когда ты видишь, там, допустим, девчонка какая-нибудь твоя заказчица у себя вот выложила на страничке? Ну, не подписала, у кого она купила, приобрела. Ну, это своего рода признание такое маленькое. Я не против. В принципе, наверное, все равно, если кому-то приглянется, могут найти, да, куда ведут дорожки и так далее. А из чего это платье? Вязаное. То есть ты еще и вяжешь? Да. Вот так вот. То есть мелкая моторика у человека развитых рук. Я предпочитаю, да, вязать. Шью я, так скажем, на слабенькую троечку, но все делаю сама. Вот это да. Это прям вот носить и радовать глаз. Если такая барышня пройдет по улицам города, я так понимаю, все, кто будет мимо идти, свернут шею себе. В любом случае, мне кажется, это очень очевидно. Вот все, ручная работа. Кстати, кто-то, вот, я не знаю, есть ли у тебя постоянные заказчицы, которые вот именно так грешат яркими цветами и на улицах вызывают? Ну, пока что нет. То есть могу сказать, да, потихонечку, да, пробуют. Еще нужно найти девочек, которые предпочитают яркость. У нас многие очень боятся именно попробовать вот что-то применить на себе. Надо, надо вводить эту моду на яркость. Смотрится, хочется, но лучше я пока просто посмотрю. Потрогаю пример, фотографируюсь, но пока носить страшно. Друзья, 202-11-22, телефон прямого эфира. Через пару минут мы вернемся сюда в студию и уже будем рассказывать вам о тенденциях не только свадебных, но и выпускных платьев, аксессуаров. Ну, и, конечно же, ждем ваших звонков, чтобы немножечко, так сказать, еще вас разогреть. Вопрос у меня на розыгрыш пригласительных билетов на концерт Битлз с глазами московского блюза. Если вы ценитель Битлз, если вы знаете, что произошло 6 июля 1957 года, это встреча Пола Маккартни и Джона Леннона. А если вы ответите на вопрос, сколько же лет было Джону и Полу в тот момент, когда они встретились, то, я думаю, билеты на этот концерт в филармонию 21 мая мы легко отдадим вам. Звоните, дерзайте и встретимся через пару мгновений. Я люблю очень ходить в театры на различные постановки. Кино меня тоже привлекает. И, ну, конечно же, прогулки по старому городу. Я живу здесь, и поэтому мне очень нравится здесь ходить, гулять. Ну, очень люблю в кино ходить, вот, а в основном, конечно, гуляю с друзьями летом на пляже или просто по городу, по улицам, по городским, например, в парках в тех же. Ну, дачи, к сожалению, нет, но зато, скажем так, в площади, площадь Куйбышева, Самарская недалеко, здесь мы, в общем-то, гуляем, в кино ходим, книжки читаем. Иногда бывает компьютер. В кино, в театры ходим, в концерты ходим, в парки. В театр, в драму нашу, сейчас вот экспериментальный, пару раз побывали, нам тоже понравилось. Ну, так, концерты, очень любим лепсы. Да, театры бывают, но это, кстати, больше осенью-зимой, парки летом, парки, набережные летом, за Волгой наша родная, летом, конечно. Сейчас в основном дача, сейчас в основном дача досуг, потому что лучше дачи идет, ничего. Вот свежий воздух, зелень, ароматы трав летних, что может быть лучше. Театр люблю, ну, как бы театр-то каждый день не ходишь, все равно, ну, больше, наверное, предпочитаю театр и природу, но летом. В театр обязательно, прогулки на речном трамвайчике очень люблю. С внуками ходим, гуляем, в парк. Ну что, продолжаются наши модные советы, и я вот задала вопрос нашим сегодняшним гостям. Здесь у нас на такой прекрасной, мне кажется, на ощупь в том числе голове, ну, не профессора Доли, но какая-то прекрасная барышня, корона. Корона как раз-таки руками Даши сделана, и вопрос мой, конечно, такой был первый. Куда же такую красоту надеть? Ну, эта корона может быть уместна, как на свадьбе для невесты. Сейчас очень популярны тематические свадьбы, то есть можно стать принцессой. И сейчас есть тенденция выпускных вечеров, пришедшая у нас из Соединенных Штатов, когда выбирают короля и королеву бала. Поэтому можно, не дожидаясь коронации, короновать себя самой. Вполне, да. А какое платье подойдет, длинное или короткое к этому аксессуару? Смотря какой стиль вы добиваетесь, ну, конечно, длинное более уместно. Всегда диадема, она требует какой-то вытянутой строгой линии, фасона определенного. Ну, если это особое, скромное, элегантное платье золотистое, оно тоже вполне допустимо. Ну, а это вот только совсем юным девушкам можно надеть? Или, допустим, дамам в районе 20-25 тоже уместно на такую красоту носить и чувствовать себя принцессой? Я думаю, совершенно спокойно можно. Потом это ведь можно сделать любого тона, любого цвета, несколько изменить фасон, уменьшить число зубцов. То есть вариации возможны под каждый конкретный образ. Самое главное – это индивидуальность человека сохранить. Потому что страшно, правильно вы сказали. Хочется, но страшно. Поэтому, друзья, девушки, экспериментируйте. Вот этот вариант, он может подойти для более зрелой женщины. Это уже мои работы. Как диадема-кокошник даже, можно так сказать. Потому что, на самом деле, русский стиль, он долгое время был так в забвении. В том числе и на мировых подиумах, как-то вот русский. А тут буквально пару лет. А сейчас уже он возвращается к нам, но не через наших дизайнеров, а через европейских иностранных дизайнеров. И в связи с этим хочется сказать, чтобы наши модницы тоже не дремали. И, конечно, может быть, сейчас в кокошнике полноценном, как это было раньше, в русском народном костюме мы не сможем выйти. Но на какие-то тематические мероприятия, на свадьбу, уже в переработанном, в современном виде. Почему бы и нет? То есть надо все-таки не стесняться своих традиций, своих корней. И уже в переосмысленном, в новом виде, обработанном дизайнерами, не бояться использовать. И вот в этом кокошнике я сама, в том числе, ходила на мероприятия. И поверьте, нельзя остаться незамеченной. И очень много отзывов, и очень много фотографий, и в соцсетях в том числе. Ну, здорово. Образ черного лебедя, или наоборот, это можно дополнить минималистичным коротким черным платьем, футляром, когда этот кокошник диадемы будут акцентным в образе. А может быть длинное бальное платье в пол, любого цвета, как черного, красного, синего. В моем случае это было длинное синее платье, лаконичное. И такой образ тоже имеет место быть. Кто не верит, найдите Машу в социальных сетях, у нее на аватарке. Как раз-таки эта корона-то имеется. Ну, предлагаю посмотреть фотографии работ Марии. Которая тоже она принесла нам любезно к эфиру. И если вдруг вы сейчас что-то для себя заметите, то мы уже потом вам расскажем, где, если что, можно пообщаться, встретиться с дизайнерами. Ну, тут есть еще и такая фиша, потому что я помню того, что дизайнер, я еще театральный художник. И практически во всех театрах Самары идут мои спектакли. Вот «Золотой ключик» успешно идет в театре оперы и балет. Уже больше пяти лет, пожалуй. Немножечко перескакивает, но ничего, мы будимся по ситуации. Это эскизы для русского волжского народного хора самарского. То есть это по моим эскизам были сделаны костюмы, в которых они представляли Россию на Олимпиаде. Тоже мои эскизы казачьих костюмов. Премьера этих костюмов в волжском хоре будет осенью. Я хочу такой костюм. Небольшая такая вот просто вот анонс такой, да, разноплановая моя работа. Красота. Вот. То есть в казачьих костюмах будет и весь хор, и весь балет в новых, и оркестр. Полностью-полностью всех мы одели, потому что у нас своя мастерская семейная, и мы занимаемся театральным костюмом. А уже далее, вот это, видите, как эскиз перешел уже в натуральную модель. Маш, скажи, ну вот серьезно, меня интересует этот вопрос, мама, твой главный критик или... О, это да. Мамы и совесть, это очень трудно. Вот там промелькнули костюмы детские Буратино. Это вот эскиз костюмов матрешек тоже для волжского хора. Это новые костюмы, которые мы увидим в следующем сезоне. В том числе вот команда КВН «Сок». Сначала «Сок» и теперь «Самара», да, мы тоже с ними работаем. Самарские артисты, вот Кирилл Мальков, например. То есть мы много-много лет работаем, дружим. А вот я бы, если честно, даже вот и думаю, где же люди вот одеваются, а я одеваюсь у дизайнеров самарских. Да, да, то есть под номера делаем то, что необходимо, под номера подбираем образы, стиль делаем и все изготавливаем уже в Самаре. Вот здесь вот образы такие, которые могут быть для выпускных, в пастельной гамме такого полынного цвета. И здесь вот у нас на столике уже присутствуют серьги и колье вот к этим образом. Невесты, то есть всего понемножечку, просто чтобы показать мой стиль, как я работаю. Это Мальвина и Буратино. А вот еще тоже, мы уже повзрослевшие. Да, это свадебный вариант, когда у нас идет синий цвет в дополнение к белому. То есть не чисто белое платье и не пышное, не корсетное, а скорее такое умеренного фасона, силуэта, эффектно подчеркивающим фигуру. Я так понимаю, многие, да, невесты сейчас от этих бушных тортов, так скажем, отказывают? Да, 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 сейчас тенденция, все-таки подчеркивание индивидуальности. Я в своей работе всегда исхожу от фактуры и от внешних данных заказчика. И обратите внимание, что в моих работах это практически всегда шелк, натуральный шелк, летящий, легкий, струящийся, который, помимо того, что смотрится очень дорого и благородно, он дает возможность, конечно, комфорту для тела ничто не сравниться с натуральными тканями. Ух ты! Ну это Папа Карло у нас. Какой он колоритный! Папа Карло. Карабас. Карабас, да, да, да. То есть у меня такая вот разноплановая деятельность, но в силу того, что у нас своя мастерская, получается воплощать там разные-разные идеи. Вот это спектакль Чиполина, который идет в театре Самарт. Тоже достаточно успешный, детский, очень яркий, очень веселый музыкальный спектакль, где я изготавливала и костюмы, и оформления. Это также эскизы для волжского хора, с которыми мы уже больше двух лет сейчас очень плотно работаем. 202-11-22, телефон прямого эфира. Звоните нам, задавайте свои вопросы. У нас, кстати, также по поводу рекомендаций, что касаемо выпускного, есть советы и от Дарьи. Она их сейчас будет давать, руководствуясь и подкрепляя свое слово, слово дизайнера фотографиями. Как раз-таки, я думаю, эти советы мы сейчас и увидим на экране. Будьте добры, пожалуйста, нам фото. Ну, рассказывай, Даша, что тут можешь подсказать. Вот эти очаровательные юные выпускницы, которые, кстати, в роли выпускницы моей студентки группы 17ДК выступили, демонстрируют, как здорово можно сочетать крупный аксессуар, в частности, ободок, и какое-нибудь легкое, комфортное коктейльное платье. Это аксессуары, скорее, больше для мамы, в более такой сдержанной гамме. И сейчас вот как раз у меня активизировались возрастные группы мам, которым тоже хочется быть, подстать своим юным принцессам. Все это можно в такой вот выдержанный золотисто-черный, серо-золотой гамме изготовить. А что касается самих юных выпускниц, то вот такое буйство можно сделать замечательно. Это будет выглядеть как конфетка, как леденец, украшение такое замечательное. И они очень свежо и ярко смотрятся. И что следует отметить, украшение в виде ободка не требует особой прически. То есть оно совместимо с локонами, можно немного убрать назад пряди. Это допустимо, это комфортно, это удобно, молодежно. И выглядит очень изысканно и по-юному. Где мне 16 лет? Было бы, мне кажется, желание, друзья, можно любой образ украсить, любую прическу. Короткие волосы, длинные волосы. Ну, а уж какие платья? Вот, пожалуйста, да, пример, как удачно выглядят эти украшения. Вот можно даже изготовить такую корону. И ей покрасоваться, да, и себя короновать. А мужские варианты короны изготавливала хоть раз? У меня спрашивала вот заказчица недавно, но жених поопасался. Поэтому все-таки ее креатива. Но, в принципе, конечно, это возможно. Было бы желание, был бы креатив, задор. Все это допустимо, все это возможно. Ну, а эти вот камни, как ты сказала, натуральное стекло. Да, натуральное стекло и натуральные камни. Драгоценными выглядит очень. Я думаю, что они, я сейчас даже, ну, они достаточно, так вот, не скажу, что они прямо уж тяжелые, тяжелые. Но чувствуется, да, что здесь как бы не просто какие-то там пластиковые камушки или что-то такое. Ну, вот такое носить, мне кажется, очень гордо и почетно. Вполне возможно. Я хотела вот спросить, очень многие девочки приходят на выпускной, например, ну, стараясь как-то неформально, это сейчас вот к Лане обращаюсь, надеть джинсы дырявые, да, кеды. Как-то бунт, протест. В подростковом возрасте, лет в 17-18, иногда такое бывает. Что ты можешь предложить вот таким вот выпускницам, которые могут, ох, мамы, держитесь, и висок себе выбрить? Да, эксцентричными украшениями, подчеркнуть именно вот эту бунтарность. Хочется в такой юный возраст проявить свою индивидуальность. Я не такая, как все. Вот я. Бывало такое, мне кажется, у каждой из нас, что вот отойти от каких-то традиций, таких ровных, гладеньких эмоций, что-то привнести в себя. Что может надеть выпускница твоего такого интересного? Ну, я бы могла предложить ободочки из свежих цветочков. Из свежих цветочков? Как долго они держатся? Ну, именно вот в этот день, на один день. Они обрабатываются как-то специально? Нет. То есть поносила, засушила, на полочку положила, и вот как напоминание. Да. Вот интересно. Брошь из свежих цветов. Кстати, я хотела спросить, вот эти вот традиции, как уже Даша сказала, короны, а вот брошки и так называемые браслеты из цветов тоже могут быть сейчас у выпускниц? Да, могут быть, просто как бы у нас это почему-то мало приживается. Но зато подружки невесты, мне кажется, активно. Да, подружки невесты очень это активно используют, любят, чтобы и на память осталось. Это заодно помогает собрать облик и цвет свадьбы, потому что сейчас не только тематические, но и по цвету характерные свадьбы в моде. Это синий, зеленый, цвет пудры, мятный, марсала. Очень много выбирают эти тона для цвета свадьбы. Ну, к свадьбам. У нас Даша подготовилась основательно, присла много фотографий сегодня. Давайте посмотрим, как выглядят невесты в аксессуарах от Дарьи Оручевой. Пожалуйста, Даша, рассказывай. Сама делаешь такие фотоподборки? Да, сама делаю фотоподборки, потому что, опять же, спрашивают, а вот я бы хотела бело-золотистую свадьбу, как это может быть? И я предлагаю вот такие решения, тоже в зеленом тоне. Как нимфа лесная. Да, именно название украшения флора, поэтому как раз прямое попадание. Да, вот этот самый цвет марсала, глубоко винный, насыщенный, очень красивый. Цвет этого года, как многие называют. Да, трендовый цвет в этом году. Он может очень здорово сочетаться с бежевым. Цвет мяты, он как бы и всегда был в моде. Очень многим идет, очень многих освежает, и я очень рада, что он вернулся в свадебную тенденцию, потому что и женихи очень любят некие аксессуары пластронные, галстуки, бабочки. Это гребень свадебный в цвете пудры, тоже один из трендовых цветов. Он еще и того сезона цвет. Вот опять возвращение к традициям, да, гребень бабушек. Да, гребень свадебный. Это моя тема. Можно добавить фату, можно, как сейчас просто очень многие отказываются от фаты, как традиционного аксессуара свадебного. Поэтому вот ободок, гребень, это способ сделать образ собранным, некий головной убор, оформление образа, но без фаты. Ну, фату, да, это уже по желанию сейчас, кто выбирает, кто нет. Вот так замечательно выглядит этот ободок, был изготовлен из фарфоровых роз, и сразу нашел широкий отклик. Вот как раз эта невеста его и выбрала для себя, для своей свадьбы, ей очень подходит под образ. Ну, благо, что это потом можно же носить. Да, совершенно верно. Потом это может быть приятной памятью, не просто в шкафу, но и на любой тематической вечеринке, да даже просто в свадебном путешествии, на любом приятном торжественном мероприятии вы можете украсить себе, дополнить образ и помнить, что вот такой вы были в день вашей свадьбы. А если загадывать далеко вперед, то может быть, дочь какая-нибудь, какой-нибудь невесты. Санит реликвий, да, почему нет? Вполне может быть. В конце концов, ведь сохранились, и, Маш, ты как театральный, да, вот человек-дизайнер, наверняка ведь копалась в каких-то архивах, что-то ведь есть, сохранено, передается, да, из поколения в поколение. Более того, можно даже отдельной передачей, у нас есть своя небольшая семейная частная коллекция, все, что связано с костюмом, мы с мамой собираем, коллекционируем. И вот когда мы говорим о ручной работе, такого уровня дизайна и такого качества, то это потенциально то, что можно передать детям, внукам. Это не масс-маркет, который мы поносили, он очень быстро, после трех стирок, вы сами знаете, что происходит с этими вещами. Вот мы гарантируем, что эти вещи совершенно по-другому изготовлены, совершенно другое качество, и это то, что можно оставить как примет у нашего современного времени и передать куда-то в будущее. Это очень хорошо. Кстати, вот, раз уж мы заговорили о том, как получить не только онлайн-консультацию в соцсетях, а встретиться с вами, где-то вас найти, потрогать, примерить, такое возможно? Да, мы совместно как раз такой свой союз дизайнеров, опять-таки на базе Павловских сезонов создаем, он есть, это база данных дизайнеров. И мы проводим периодически совместные мероприятия, так называемые шоурумы V-Seasons. Мы есть в соцсетях, можно посмотреть, мы планируем череду мероприятий, они будут регулярные эти шоурумы, где можно посмотреть как раз все работы и познакомиться лично с дизайнерами. Из ближайших событий это презентация нового номера журнала «Леди стиль», где будут дизайнеры, где будет о нас публикация, и мы также будем представлять свои работы. Затем, наверное, мы немножечко летом все уйдем в отпуск, потому что все равно июль месяц, он для нас такой мертвый сезон, в общем-то. Ну не скажи, для свадьбы-то как раз-таки жаркий сезон. Ну, основная подготовка свадьбами, сейчас вот июнем, в общем-то, она сейчас как раз и идет, потому что все равно все привыкли заранее. И следующее уже мероприятие это август, сентябрь, будут шоурумы, мы планируем и в августе, и в сентябре, и к октябрю мы выходим на 15-е поволжские сезоны, и хотим там сделать большой полноценный шоурум, где можно будет максимально посмотреть весь охват дизайнерских услуг в Самаре, дизайнеров одежды и аксессуаров. Вот такие планы. Слушайте, ну если вы, друзья, как бы понимаете, что что-то очень захотелось, что-то очень приглянулось в нашей группе в социальных сетях программы «Универсальный формат», мы разместим информацию о том, где найти девушек, где получить эту самую консультацию, где заказать для себя что-то такое красивое, очень удивительное. Ну а я пока хочу обратиться к нашим зрителям, потому что есть у меня одно важное для вас обращение. Смотрите, 30 мая у нас в Самаре состоит традиционный день прессы, который пройдет в Струковском саду, фестиваль пресса 2015. И наш телеканал, телеканал «Самаргиз» объявляет сразу два конкурса, которые стартуют уже с сегодняшнего дня и продлятся до 29 мая. Первый конкурс звучит как «Девиз победы». Отправь девиз, кричалку или лозунг на тему победы на адрес телепроекта samaragiz.ru. Все подробности на нашем сайте и выиграй смартфон. Но если в лозунгах вы не сильны, а сильны, например, в кулинарных рецептах, то мы ждем также на этот адрес ваш рецепт победы. Выиграть можно мультиварку. Все подробности повторюсь также на нашем сайте www.samaragiz.ru. И встречаемся 30 мая на площадке телеканала «Самарагиз» в рамках фестиваля пресса 2015, где и произойдет награждение наших победителей. На кону мультиварка и смартфон. Так что дерзайте и будьте первыми, будьте победителями. Ждем ваших посланий. Ну а девушкам я хочу большое спасибо сказать, что принимали участие активное в нашей сегодняшней программе, что принесли, рассказали. Надеюсь, будем встречаться с вами регулярно, потому что ваши модные советы, ну, очень, мне кажется, были актуальны и полезны. Спасибо творческих успехов. Ну а вам, друзья, хорошего настроения, хорошей погоды. Будьте яркими, красивыми и не бойтесь выделяться из толпы. Субтитры подогнал «Симон»!